Сельские школы планируют реорганизовать. В 34 из них количество учащихся не соответствует нормам. Пять образовательных учреждений закроют. Сокращение сети школ в регионе явление не новое. Но эту проблему пытаются решить. Одним из способов – это отделение семей из южных областей Казахстана. В настоящее время большая часть сельских общеобразовательных школ является малокомплектными. Обучается в них всего 19% от общего количества школьников. Ежегодно часть школ закрывают. В прошлом году 10 учебных заведений сократили. Еще 19 реорганизовали. Из средних в основные, а в основных в начальные. Нередко возникают и вопросы с педагогами. Например, в основной малокомплектной школе, тем более, которая не соответствует нормативу, нагрузка учителей идет небольшая. Поэтому и учителя из-за отсутствия должной нагрузки обычно переезжают в другие населенные пункты. Здесь мы на закрытие идем все-таки, исходя из того, чтобы дети получали качественное образование. Главная проблема – отток педагогических кадров. А в Герцинской школе Карасулского района пытаются решить другой вопрос. Здесь нехватка учащихся. Последние 15 лет она является малокомплектной. Сейчас 29 учеников. Должно быть 41. Могут перевезти в начальную. Но местные учителя знают причины, по которым этого делать нельзя. У нас, во-первых, невозможно сделать подвоз. Потому что у нас рядом две школы. Но очень опасно это для детей. Опасность большая. Во-первых, это железная дорога, станция Кайбогор. И школа Средняя и Дерлинская 35 километров от нас. Это тоже республиканская трасса. Это очень опасно. В общем, в Карасулском районе планировали реорганизовать три школы. Но теперь обещают их сохранить. Нашли выход. Активно использовать программы переселения. К примеру, в село Герцена уже перевезли три многодетные семьи. Уже 13 новых учеников. Выделяют по одной голове корове дойной для обеспечения детей молоком. Это все благотворительность. Бесплатно семья выделяется. Плюс многодетным семьям. В процессе проживания в нашем населенном пункте, допустим, здесь, в Герцена, на каждого ременка ТО выделяет бесплатно по одной тонне сена, по одной тонне отходов. В это село еще три семьи планируют переселить в этом году. В целом через госпрограмму «Янбек» из южных регионов Казахстана. В Кустанайскую область приехали больше 700 семей. В них 187 детей школьного возраста. Поэтому специалисты уверены, что эта программа спасет школы в кустанайских селах.